Глава шестая. Гигантская планетарная проблема. Хочешь, брат, заработать денег? Найди какую-нибудь проблему, какую-нибудь боль у людей. Реши эту боль, и люди заплатят тебе деньги. Хочешь заработать огромные деньги? Найди огромную проблему. Как это работает? У мужчин появилась проблема с потенцией, перегрузки, стресс, плохая экология. Ученые придумали Виагру. Компания, которая ее производит и продает, зарабатывает каждый год сотни миллионов долларов. Следующий пример. Когда-то в Америке не продавали массово качественный кофе. Экспрессо, капучино, латте. Говард Шульц, создатель компании Starbucks, увидел эту проблему и блестяще ее решил. Он открыл сеть кофеин Starbucks, и сегодня эта компания стоит 86 миллионов долларов. Еще один пример. Молодой парень по фамилии Жилет, неграмотный, из бедной семьи, работал на владельце компании, изобретателя, крон-пробки. Это такие металлические пробки, которые мы цепляем открывалкой, когда хотим выпить пиво или кока-колы из стеклянной бутылки. И вот однажды молодой Жилет подошел к хозяину и задал ему вопрос. «Скажите, что я должен сделать, чтобы стать таким же богатым, как и вы?» «Все просто», — ответил хозяин. «Найди какую-нибудь проблему, реши эту проблему, и люди будут тебе платить деньги». Молодой Жилет долго думал, долго искал проблему. И однажды его осенило. В то время мужчинам было очень сложно бриться, лезвия были острые, огромные, их постоянно нужно было точить, и самостоятельно побриться было очень непросто. Жилет придумал одноразовые лезвия, которые стоят дешево, не нуждаются в заточке и были безопасными. Бедность и неграмотность не помешали молодому человеку найти решение проблемы, и теперь мы, мужчины, практически по всему миру платим за это решение огромные деньги. Казалось бы, лезвия стоят копейки, но я специально, брат, взял сейчас калькулятор и посчитал, сколько денег я отдал за всю жизнь компании Жилет. У меня получилось, что я купил у них более 6500 лезвий, а таких, как я, миллиарды. Вот и считай, брат, их прибыль». Создатель сети Макдональдс Рэй Крок увидел проблему в медленном обслуживании клиентов в ресторанах. Увидев решение проблемы у братьев Макдональдс, он купил у них франшизу и растиражировал рестораны быстрого питания по всему миру. Томас Эдисон, изобретатель электрической лампочки, увидел проблему с ночным освещением. До изобретения электричества помещение освещали газом, китовым жиром, керосином, свечами. Все это было опасно, дорого, к тому же воняло. Томас Эдисон нашел решение этой проблемы в виде электрической лампочки, и сегодня компания, которую он создал, стоит больше 100 миллионов долларов. Буду много раз повторять золотое правило успешного бизнеса. Сначала найди проблему, реши эту проблему и получай не только деньги, но и уважение людей. Большинство навивных людей не хотят помогать другим, не хотят решать никаких проблем, не хотят приносить пользу, а сразу хотят много денег. К сожалению, такие люди очень часто являются добрыми, трудолюбивыми и порядочными людьми. Такие люди мечтают, чтобы какой-то добрый волшебник научил их превращать свои небольшие деньги в богатство. И часто становятся жертвами огромного количества аферистов, пирамид, всевозможных мутных схем. Помнишь, брат, сказку про Буратино, когда у него появилось пять золотых монет? Кот Базилио и лиса Алиса внушили этому деревянному мальчику, что с их помощью можно быстро разбогатеть. Для этого нужно пойти в страну дураков, найти поле чудес, закопать эти денежки, подождать, и потом вырастет огромное денежное дерево, на котором будут огромное количество золотых монет. К сожалению, большинство людей ведут себя как Буратино. В жизни это хорошие врачи, предприниматели, инженеры, пенсионеры, студенты. Им приходится думать и принимать решения. Но как только речь заходит о богатстве, они как будто теряют разум. Золотой телец делает их слепыми и бесконечно глупыми. Что еще более странно, такие люди раз за разом попадают на деньги. Проходят десятилетия, но они не делают никаких выводов из своего печального опыта. Почему это происходит? Я думаю, потому что они идут по жизни с завязанными глазами, не сознавая себя. Когда ты идешь по дороге судьбы с завязанными глазами, упасть в открытый колодец, овраг или яму очень легко. Но стоит человеку развить свою осознанность, научиться понимать причины и следствия, он становится намного эффективнее во всех сферах своей жизни. Деньги твои, брат, время твое, судьба твоя, тебе и решать. Быть хорошим, добрым, Буратино, или же пойти по пути золотого правила. Найти боль, проблему, решить эту боль и получить настоящее богатство. Это не только большие деньги, но и уважение, благодарность людей, которые сегодня бесценны. Если ты со мной согласен, перед нами возникает следующий вопрос. А какая же есть проблема, решив которую мы можем получить большие деньги? Уважение, любовь, да еще и оставить след в истории. На наше с тобой счастье такая планетарная проблема сегодня существует. Удивительно, но ее никто не видит, никто не обращает на нее серьезного внимания. А ведь решение этой проблемы сулит сотни миллиардов долларов ежегодного пассивного дохода. Назову несколько официальных цифр и ты поймешь о чем идет речь. По данным ООН, 70% взрослого населения хронически отстают от перемен. По данным ученых, 76% взрослого населения планеты Земля потеряли смысл жизни, не могут найти точки опоры. Каждый пятый житель развитых стран страдает психическими заболеваниями, депрессиями, субдепрессиями, неврозами, психозами, апатией и еще целым букетом нервных заболеваний. Но это еще не все проблемы. Вот, пожалуй, самая большая проблема. Каждый третий житель планеты Земля живет с дефицитом энергии. Людям хронически не хватает энергии. А без энергии, согласись, брат, невозможно быть счастливым, конкурентоспособным. Без энергии невозможно строить бизнес, сделать карьеру, воспитывать детей, жить в гармонии и в счастье. Итак, дорогой брат, мы с тобой видим, что на Земле появилась планетарная гигантская проблема у самого человека, у взрослых людей. И вот почему миллиарды взрослых, хороших, трудолюбивых людей привыкли жить с одной скоростью, в одном ритме, с определенными ценностями. Миллиарды взрослых людей видели, как проживали жизнь их дедушки и бабушки, как живут их родители. Да и жизнь их самих начиналась в совершенно другое время. Но время очень сильно изменилось. Огромные потоки информации буквально плющат голову, давят на мозги взрослого человека. Очень быстро сменились ценности, приоритеты, вся жизнь стала другой. Естественно, от такого давления на мозг и душу у человека уходит земля из-под ног. Он теряет точки опоры. Его разум испытывает колоссальные перегрузки. Взрослый думающий человек понимает, что завтра может исчезнуть его профессия, и его диплом не будет ничего значить, потому что знания, которые он получил раньше, уже устарели. Взрослый человек испытывает колоссальные нагрузки, потому что ему нужно воспитывать детей, делать карьеру, заботиться о родителях. А кто позаботится о них самих? Кто сегодня помогает миллиардам взрослых людей, которые реально попали в беду? По факту никто. Сегодня мы наблюдаем колоссальный перекос внимания предпринимателей, ученых, активной части населения. Все как будто с ума сошли по технологиям, научным открытиям, блокчейну, роботам, нанотехнологиям. А про человека все как бы забыли. Скажи мне, брат, что важнее, счастье и здоровье человека или технологии? Ну, конечно, важнее человек. Но все самые дорогие компании зарабатывают деньги на создание технологий, программ, сервисов. По логике, эти технологии, сервисы, программы должны служить человеку. Каждое технологическое, научное открытие должно освобождать человека от работы, должно делать его жизнь комфортнее, стабильнее и спокойнее. А получилось все наоборот. Человек сначала стал рабом денег, а потом рабом технологий производства товаров и услуг. И как следствие, большинство людей сегодня живут без смысла жизни, без энергии, без гармонии, без счастья. А их жизнь наполнена сплошным стрессом и усталостью. Она бессмысленна, как в фильме «День сурка». Это бег по кругу. Сегодня главная проблема – это отсутствие энергии, счастья и гармонии у большинства взрослых людей. И нам повезло, брат, мы блестяще решили эту проблему. А как мы ее решили, расскажу по порядку. Моя первая работа в жизни – это тренер по гребле. Мой первый бизнес – клуб восточных единоборств. С самых первых шагов своей трудовой деятельности я занимался воспитанием людей. Я сразу понял, что психология, педагогика, развитие человека – это моя судьба, моя страсть. Так как тренер по гребле и тренер по карате – две профессии, в основе которых лежит развитие человека. Его личности, его волевых качеств, его души, его характера, его конкурентноспособности. То эти знания и навыки я пронес через всю мою жизнь. Создавая очередную компанию, решая какую-то проблему, я всегда смотрел на коллектив, как на спортивную команду. Как тренер я всегда понимал, если ты создаешь команду, ты должен ее тренировать, развивать. Ведь бизнес очень похож на спорт. Если ты создаешь футбольную команду, ты должен не просто развивать, тренировать ее, но делать это лучше, чем твои конкуренты. Для этого тебе нужно подбирать новые упражнения, методики, искать новые знания в области развития человека. Моя страсть, мое призвание к педагогике, психологии, к тренерскому делу и решению задач по развитию бизнес-команд привели к тому, что я более 30 лет по всему миру собирал и продолжаю собирать знания в области развития взрослого человека. Я искал и разрабатывал упражнения, которые поднимают энергию и раскрывают сверхспособности. Подбирал методики, которые позволяют из обычного среднестатистического человека создать настоящую звезду. В каждом человеке живет гений. Это абсолютно точный научный факт. Не так давно ученые из НАСА заказали исследование. Вопрос был очень простой. Какой процент из рождающихся детей гениальный? Сколько гениев рождается на 100 детей? Ответ потряс самих исследователей. Оказывается, из 100 новорожденных 98 появляются на свет гениями. Потом школа подавляет их инициативу. Не дает проявляться их способностям. Но в каждом из нас живет гений. В каждом из нас живет сверхчеловек. Это не просто слова, которые я прочитал в каких-то книжках. Это мой жизненный и педагогический опыт. За более чем 30 лет я собрал более тысячи разных упражнений и методик. Последние 15 лет в этом важнейшем деле мне активно помогал мой друг и партнер Петр Силкин. У Петра есть уникальная способность находить золотые самородки. Бриллианты знаний там, где их никто не видит. Когда мы обнаружили планетарную проблему. Когда мы поняли, что миллиарды взрослых, хороших, добрых, трудолюбивых людей попали в беду, у нас уже был накоплен достаточный багаж опыта и знаний. У нас уже были разработаны лекарства от этой общей болезни человечества. Более 30 лет упорного поиска, путешествий, обучений у великих мастеров привели к триумфальному успеху. Есть планетарная грандиозная болезнь, а у нас есть самое эффективное лекарство от этой болезни. Нам повезло вдвойне. Дело в том, что современный человек, порой не сознавая этого, уже давно живет в двух мирах. Оффлайн или онлайн. Другими словами, эти миры можно обозначить как мир физический и мир метафизический. Физический мир объективен. В нем все поддается измерению. Литры, метры, вольты, градусы. Метафизический мир – это мир эмоций, чувств, информации. Я думаю, что большую часть времени ментально, эмоционально мы уже проводим в онлайн мире. Но это не важно. Мы создали универсальное лекарство, которое, как воздух, нужно миллиардам взрослых людей. И наше лекарство также состоит из двух компонентов – оффлайн и онлайн. На земле в оффлайн мы помогаем людям через интеллект-клубы, а в онлайне мы помогаем людям через суперджамп. Сколько же стоит решение этой главной планетарной проблемы? Не сложно посчитать, брат. Возьмем минимальное количество людей, которым нужна энергия, помощь, поддержка. Это 2 миллиарда человек, которым как воздух нужен наш суперджамп. Как мобильный телефон не может работать без зарядки, так и человек без энергии не может быть счастливым и конкурентно способным, успешным. Каждый день мы заряжаем мобильный телефон. Точно так же и взрослому человеку необходимо каждый день заряжать свои аккумуляторы. Сколько это стоит? Одни люди живут в богатых странах, другие в бедных. Давай, брат, возьмем 30 долларов ежемесячной абонементной платой с каждого человека. Понятно, что в бедном Узбекистане это будет 5 долларов. А в богатой Европе, Японии, Америке это будет стоить 100 долларов. Но мы возьмем среднюю стоимость, которую примем за 30 долларов в месяц. Как люди платят за электроэнергию, чтобы заряжать свои телефоны и освещать помещение? Точно так же люди платят нам 30 долларов за позитивную энергию, поддержку, мотивацию. Умножаем количество наших учеников, 2 миллиарда, на 30 долларов в месяц. И получается доход порядка 60 миллиардов долларов в месяц. Или 720 миллиардов долларов в год. Практически мы получаем 2 миллиарда долларов абонентской платы каждый день. Согласись, брат, это не просто деньги, это очень большие деньги. И самое главное, решая, пожалуй, самую важную задачу для современного человека, помогая ему адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, мы получаем не только 720 миллиардов долларов в год пассивного дохода, но и море уважения, океан благодарности. А это бесценно. Ты можешь удивиться и задать справедливый вопрос. А что, разве до вас умники? Никто не додумался до суперджамп? Что вы, самое умное на Земле? Так не может быть. Сегодня огромное количество психологов, психоаналитиков, коучей, мотиваторов, спикеров решают эти планетарные задачи. Ничего нового в вашем решении нет. Да, ты брат прав. Они пытаются решить эти проблемы. Но если бы психоанализ, дештальт, НЛП, тренинги, семинары работали, то количество несчастных людей в мире уменьшилось бы. А на самом деле оно с каждым годом растет и становится все больше и больше. В следующей главе я подробно объясню тебе, почему старые методы не работают, почему людям, как воздух, нужен суперджамп.